А сейчас о спорте. Динамовцы продолжили домашнюю серию пари-матч чемпионата молодежной хоккейной лиги игрой с командой «Капитан» из подмосковного Ступина, которая прошла на льду юбилейного 25 сентября. Об итогах встречи выяснила наш корреспондент. В стартовую пятиминутку хозяева площадки создали четыре опаснейших момента у ворот соперников. Этому есть объяснение. Уже на второй минуте белоголубые получили численное преимущество. По ходу первого периода «Динамовцы» выглядели предпочтительнее в атакующих действиях, однако реализация хромала на обе ноги. В свою очередь подмосковные гости серьезной работы вратарю «Динамо» Илье Куликову не предоставили. «Много моментов, просто не реализовываем. Нужно вести уже прилично. Почему не реализовываете, чего не хватает? Удачи. Что рассчитываете во втором периоде, как будете менять тактику или как действовать? Как ты не расскажешь, так и будем действовать. Просто надо нажимать и все». Однако счет открыл именно капитан. После пропущенного гола заработало «Динамовское» большинство. За полторы минуты не только отыгрались, но и вышли вперед. При счете 3-1 команды отправились на заключительный перерыв. «Много удалений, поэтому достаточно много шайб пропустили. Мало играем в чужой зоне. Нужно больше бросать. Побольше нужно брать на себя ответственность». «Сейчас третий период. Заключительный, решающий. Как будете исправлять ситуацию?» «Будем больше играть в чужой зоне. Надо на удаление пойти, заработать удаление. Нужно больше.» «Есть шанс?» «Ну есть, конечно. 3-1 это не счет еще. Можно с такого отыгрываться». В дебюте третьего периода хозяева получили очередное численное преимущество и в третий раз в матче его реализовали. К двум результативным передачам Дитковский добавил гол. Через три минуты капитан подготовил симметричный ответ, как по нотам разыграв свое большинство. Поиграть в догонялки у ступенцев не получилось. Более того, благодаря настойчивости Михаила Бицадзе «Динамовцы» вернули себе комфортное преимущество в три шайбы 5-2. Разумеется, гол был забит в большинстве. Заключительные минуты матча превратились в серию кулачных поединков. Хоккеистов гроздями отправляли на скамейки штрафников. Впрочем, победу у «Динамовцев» было уже не отнять. А уже сегодня, 26 сентября, состоится повторная встреча соперников. Начало в 19.00. Смотрите прямую трансляцию матча на телеканале Панорама ТВ.